Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о российском футболе. Вчера закончился чемпионат нашей страны, стали известны определенные итоги, которые мы обязательно обсудим, но сегодняшним утром новостью номер один в нашем футболе стал уход Артема Дзюба из «Зенита». В общем-то, то, что игрок покидает свою команду, было, так скажем, секретом Полишинеля. Всем было очевидно, что контракт с ним продлевать не будут, что футболист отправится на вольные хлеба, но при этом официально об этом, конечно же, могли объявить только по окончанию сезона. Теоретически бывают, конечно, такие случаи, когда заранее объявляют об уходе, но здесь «Зенит» решил сделать все по классике, а по классике, так скажем, футболисты расстаются с командами по окончанию чемпионата. Ну, чтобы, знаете, не подрывать дисциплину и все остальное, чтобы все было как положено, так скажем. Ну и давайте обсудим, что означает уход Дзюба, как к этому относиться, кто его заменит, и по каким причинам Артем, который долгое время был символом фактически Санкт-Петербургского клуба, сейчас он просто уходит из команды, причем бесплатно. Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор – компания Балбет, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте Балбет, а также ведете промокод, который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Итак, хотелось бы выделить несколько ключевых причин. Первая из них, ну, это вполне себе объективный процесс старения Дзюбы и потеря им, так скажем, былой удали. Потому что, если мы посмотрим статистику, то нынешний сезон, недавно завершившийся, он один из худших в карьере Артема с точки зрения основных футбольных показателей, то есть забитых мячей, голевых передач. И хотелось бы отметить, что здесь, кроме одной действительно крутой вспышки, которая была осенью, когда он забивал из матча в матч, весь остальной сезон получился откровенно слабый. Тяжелое начало сезона, тяжелая концовка. Здесь действительно было видно, что Артем уже сдает позиции. Да и говоря про ту осеннюю вспышку, хотелось бы отметить, что многие мячи там были, ну, так скажем, забиты на удачу. Многие мячи были забиты в тех ситуациях, когда Дзюба там забивал третий, четвертый голешники. Ну, то есть оформлял разгром. То есть это были не ключевые забитые мячи. И таким образом, даже вот этот короткий промежуток, когда Артем вроде как вышел на хороший темп, даже он не был показателен. Поэтому, собственно, Дзюба хоть и забивал в тот момент, но далеко не всегда появлялся в стартовом составе. Это было весьма характерно, когда человек забивает, и его не выпускают в основе. Кстати, это тоже говорило о многом, о том, что Дзюба сейчас, в силу, опять же, возраста, не всегда способен отработать полный матч на высоком темпе. И зачастую он был эффективен, когда выходил на 20-30 минут против уставшего соперника. Дзюба был свежий, ему хватало сил выложиться на эти 20-30 минут. И таким образом всем стало понятно, что действительно Тёма постарел. И сейчас это уже немножко не тот футболист. При этом, что еще важнее, его основная статистика упала, но еще сильнее упала его расширенная статистика, где есть там обводки, выигранные верховые единоборства и так далее. Он оказался середняком среди футболистов «Зенита» по оценке сайта «Худскорт», который подсчитывает технико-тактические действия и ставит оценки эффективности. Впервые за долгое время Дзюба здесь не является одним из лидеров. И, в принципе, было видно, что и на втором этаже былой мощи уже нет, и количество обостряющих передач падает и так далее. Про защитную работу и защитные функции Дзюба забыл уже лет, не знаю, 5 назад где-то и так далее. Поэтому в данной ситуации, ну, будем объективны, это уже немножко не тот футболист. И, возможно, Дзюба мог и остаться в клубе, но клуб хотел, так скажем, реструктуризировать его контракт. Напомню, что у Артёма был еще один сезон по соглашению, который мог быть продлен. Ну, то есть контракт был заключен по схеме с дополнительным бонусным годом. И за этот год Дзюба получил бы вновь огромные деньги, которые были прописаны в его соглашении. Зенит был с этим не согласен. Он хотел предложить, по всей видимости, Дзюбе новый контракт на несколько лет вперед, но с уменьшением зарплаты. Потому что мы видим, что Дзюба в принципе способен приносить пользу. Но, скажем так, не на те плюс-минус 4 миллиона, которые он получал раньше по соглашению. Потому что, да, 20 минут, как я уже сказал, Дзюба способен со скамейки выдавать на топовом уровне. Но это 20 минут, а не 90. За такое 4 ляма не платит. И поэтому здесь Зенит в условиях тем более финансовых, так скажем, затруднений, которые есть в нашей стране, вполне себе обоснованно хотел некого сокращения со стороны Дзюбы. Дзюба, как видим, на это не пошел. Об этом есть инсайды. Поэтому здесь игровые нюансы уже сплелись с финансовым фактором и привели к тому, что Дзюба фактически должен покинуть команду. Также важнейшим нюансом, конечно, стал прогресс Сергеева. Вот, знаете, ирония. В начале сезона там были вот эти разговоры о том, сколько мячей сможет забить Сергеев. Дзюба вроде как поспорил с Геничем касательно того, сколько будет забитых мячей у Сергеева. Мол, Дзюба не верил, что он разобивается. Так Сергеев мало того, что опроверг слова Дзюбы, забив очень много, так еще и как бы Сергеев вытеснил как раз-таки Дзюбу из стартового состава. Потому что они не то чтобы однотипные футболисты, ни в коем случае, но фактически, фактически сейчас Зенит может себе позволить только одного российского нападающего в атаке. Малком, Юрия, Альберто это дорогие бразильцы, которые в любом случае должны выходить с первых минут. Иначе нахрена за них там в сумме отдали почти 60 миллионов с лишним. Здесь, мне кажется, речь идет о том, что российская лимитная позиция в атаке всего одна, и на нее должен претендовать кто-то вот из атакующих футболистов Санкт-Петербургской команды. Это может быть Сергеев, это может быть Зюба, это, кстати, может быть даже Ерохин или Кузяев, например. Потому что тогда просто команда может немножко перестроиться. Ерохин и Кузяев в центре, Каудиню повыше, а впереди Малком и Юрия Альберто. Поэтому здесь, как бы это странно не звучало, что хоть все эти футболисты и разные по позиции, но фактически они за одно место в составе конкурируют. Просто в дальнейшем уже команда может немножко видоизмениться, перестроиться под эту ситуацию, в зависимости от того, кто из россиян в оптимальной форме. И вот сейчас Зюба объективно проигрывает всем, просто всем. Потому что тот же самый Сергеев, он сильнее на данный момент, как нападающий, на мой взгляд. Потому что мы видели, как он разогнался в концовке сезона. Второй конкурент, это Кузяев, он может дать Зениту такой объем работы, которую Зюба в жизни не выдаст, даже если представить, что Зюба будет действовать под нападением, как периодически он появлялся в этой позиции. Ерохин, опять же, он может, кстати, быть и аналогом Зюбы в плане работы на втором этаже, и при этом Ерохин, ну, сохранил побольше атлетизма сейчас, на мой взгляд, чем Зюба, когда Ерохин в оптимальной форме. В общем, получается, что Артем объективно просто проиграл конкуренцию, в том числе из-за своего процесса старения. Хотелось бы, кстати, к вопросу о старении отметить, что здесь очень важным нюансом стал негативный тренд в игре Дзюбы. Потому что если бы вот все вот эти забитые мячи были в концовке сезона, тогда, возможно, Дзюбове и остался. То есть вот был мощный отрезок у Дзюбы осенью. Если бы он произошел весной, и Дзюба, провалив первую часть сезона дальше, раззабивался бы в концовке, и свои 13 голов он забил бы после Нового года, допустим, тогда, я думаю, Дзюбове бы предложили новый контракт. Даже несмотря на все слухи о конфликте с Симаком. Но, так как это произошло осенью, а после этого Дзюба выдал серию из 13 матчей всего с одним забитым мячом, здесь все-таки есть о чем призадуматься, и все уже поняли, что идет футболист на спад. Ну и да, я уже обговорился касательно конфликта с Симаком. Недавно вышло видео прощальное с Артемом, где не было Сергея Богдановича Симака. Сама по себе фраза, что Симак не появился в прощальном видео Дзюбы, звучит многогранно и двусмысленно, и многие могут сказать, ну и слава богу, Симак здесь не появился, а то мало ли что там в видео Дзюбы может произойти. Но если говорить серьезнее, то, конечно же, это символический жест. Это символично, потому что было много слухов про конфликты, про все остальное. Симак поэтому в недавних интервью крайне уклончиво отвечал про Дзюбу, то есть его спросили, Артем отстается или нет. Он сказал, ты будешь решать клуб. Понимаете, если футболист, тем более ведущий, имеет истекающий контракт, чаще всего тренер говорит, что это важный игрок, нужно оставить, надеюсь, мы его сохраним и так далее. А здесь Симаку как будто пофиг. Ну и мне кажется, действительно, Симаку пофиг, потому что Сергей Богданович, несмотря на все вот эти слухи про конфликты и все вот эти эпизоды, когда там Дзюба кричал ему, что вот, мол, я должен выходить в стартовом составе, я здесь должен быть. Помните историю, когда Дзюбу выпустили со скамейки, он забил и начал что-то там показывать в сторону своего наставника. Так вот, несмотря на все эти эпизоды, Симак продолжал, так или иначе, использовать Артема, выпускать его на поле. То есть Сергей Богданович, как человек достаточно бесконфликтный вообще на самом деле, он умел, скажем так, варьировать ситуацию и умел находить общий язык даже с Артемом в этот вот момент, когда у них были явные контры. И, возможно, он бы и дальше находил общий язык в такой же ситуации. Но, знаете, как-то просить оставить Дзюбу с другой стороны Симак тоже не стал, так скажем, себя вести. Поэтому Симаку действительно было немножко пофиг. Остается Дзюба или нет? Остается, но будет дополнительная опция со скамейки запасных? Не остается, но есть новые варианты, о которых я уже говорил, новые футболисты. В общем, такой вот момент. В принципе, как бы парадоксально это ни звучало, Зенит сейчас мало что теряет. Тем более, что Зениту сейчас и не нужно такое количество звездных футболистов, учитывая, что сократился, так скажем, сезон для команды, и она больше не выступает в Еврокубках. Ну и касательно самого Дзюбы, что будет дальше? Ну, посмотрим. Там есть слухи про заграничные коллективы. Есть очень интересные инсайды про то, что мы вместе с Аздоевым, может, на правах свободного агента, перейти в Сочи, чтобы окончательно оформить доминирование этой парочки клубов, тесно связанных в российском футболе. В общем, будет интересно. Посмотрим.